Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы хотим познакомить вас с тем, что происходит в новельном Голливуде, то есть на телевизии. Сначала новости будут вполне спокойные, можно сказать, тихие, мирные, а вот потом... Ну, приступим. Сначала скажем о том, что две относительно новые новеллы «Мучача итальяна Венеа Кассарсе» с Ливией Бритто и Хосе Роном и Йонок Реон Лосомбрес с Габриэлем Соту и Адрианой Лувьер идут очень даже неплохо. Ну, не ого-го, конечно, но и не ужас-ужас. 16 и 18 пунктов, соответственно, это очень даже нормально, можно сказать, даже хорошо. Ну, Габриэль Сота, возможно, хотел лучших результатов для своей новеллы, но что есть, то есть. Хотя продюсер новеллы Жизель Гонсалес уверена, что это действительно успех и даже продлевает новеллу до марта. Супер-успешная продюсер Шамапат, не поймите, так сказать, жидом их серьез, провалившая практически все свои новеллы, затеяла переснять «Эль Манантиаль». И называться будет эта новелла «Ла Сомбра дель Пасадо». Съемки начались в сентябре. В главных ролях у нас Пабло Лили, Мишель Рено, Тельма Мадрикал. Кто такие, не знаем, в сущности это не важно. Главное, что симпатичные. На Чусадо обдумывает съемки ремейка «Симплементе Мария». Ну, кто не видел «Симплементе Мария» просто Мария, тот вообще не видел ничего. Ну, в общем, на главную роль вполне может попасть Данна Гарсия. Вот это будет номер. Мы, конечно, Даниту очень любим и даже верим, что она успешно справится с ролью бизнес-вумен во второй части новеллы. Но как быть с наивной деревенской дурой в первой части? Просто не представляем. Опять же, возраст героини изначально должен быть около 16-17 лет. Ну, интересно, конечно. Хотя, если обойтись совсем без макияжа, а потом на сандали Даниту по самое не могу, то может и прокатить. Эмилио Лороса приступает к съемкам новой новеллы. Ну, после провала двух предыдущих новелл ему жизненно необходим успех. Рейтинговый продукт просто вот должен быть. Он долго перебирал сюжеты. Два проекта, о которых он заявлял ранее, были отложены. И вот, наконец, он определился. Новелла будет называться «Сома с Лос Кармоуна». Это будет, по всей вероятности, комедия. И главную роль Эмилио дает очень интересная актрисе. Вот. Это Итати Контораль, которая уже снималась в одной из суперуспешных его новелл. Главный герой будет абсолютно неожиданным. Изначально говорили об Эрнесте Лагуарде, но потом все переиграли, и парой Контораль будет. Та-дам! Эдуардо и Янис удивились. Вот. И мы удивились. Ну, может, Эдуардо покажет класс. И если вспомнить, то в диком сердце над его героем ржали практически все. А может, нас обманут. Это будет крутейшая мелодрама. И смотрим слез и куча истерик. Кто знает. Будем посмотреть. Ангелия Несма переснимет культовый сериал «Обрасоме мульфуэрте». И на главной роли планирует Зури Увегу и Марка Татчера. Поговаривают, что сначала она хотела пару Анжелик Бойер и Себастьян Руин. Но начальство сказало категорическое нет. Вы знаете, что телевизорская политика сейчас не повторять пары. Даже успешные. А Себа и Анжелика снимались вместе уже два раза. Ну вот, пусть и отдыхают, подумают о жизни своей скорбной на досуге. Ну а теперь самое интересное. Сальвадор Михия наконец определился с актерами и сюжетом будущей новой. Это будет смесь Ламентиры и турецкого сериала «Эзель». Или «Эзель». Не знаем, как правильно ударить. Он долго, очень долго уговаривал Фера Колонгу. Говорят даже, что, в общем, практически взял Фера в круглосуточную осаду, но тот отказался, мотивируя свой отказ тем, что ему герой не интересен. Еще бы. Придурошный мститель, не способный сложить два и два и вычислить настоящего виновника. Ну, кому тут может показаться интересным роль. Потом долго говорили об Эдуарду Яаньисе. Еще смешнее. Хотя Эдуарда знатно сверкал бы очами, изображая ярость и подозрительность. И вот свершилось. Названа четверка актеров, которая сыграет в Михеевской Некленке. Итак, номер один. Анна Брэнде Контрерс. Ну, она фигурировала в списке с самого начала. Даже ходят такие нехорошие слухи, что Колонга и наиза нее и не согласился на роль. Номер два. Химена Наваретте. Которая забыла о решении больше никогда в жизни не играть в новеллах. А вот с мужиками будет вам сюрприз. Итак, номер три. Иван Санчес. Номер четыре. Жан-Карлос Канело. Вот так вот. Держите на семеро. Пока продюсер не определился, кто будет главной парой, кто будет играть негодяев. Но набор, конечно, очень интересный. Ну, посмотрим, что там будет. Надеемся, что это будет более успешно, чем предыдущая нетленка. Ну, теперь приступаем к главным нашим новостям. Пабло Монтеро ушли из новеллы Хуана Оссорио Мико Рассанес Туя. Ну, почему? Слухи об этом ходили уже месяца два. Ну, в общем, какие-то там интервью были. Слухи эти то подтверждали, то опровергали. Оссорио тоже с прессой говорил очень уклончиво. Ну, и, наконец, решение было принято. Героя Монтеро в новелле больше не будет. Его, этого героя, по всей видимости, убьют. Возникает вопрос, в чем проблема? А проблема в том, что Монтеро опаздывал на съемки и появлялся на площадке под шофе, то есть нетрезвым. Продюсер не выдержал его недисциплинированности и выпер по блиту. На место Пабло придет Хорхи Аравена, который уже приступил к съемкам. Телевизор, видимо, сменила гнев на милость. Вы помните, что бедный Хорхи тут даже попал в черные списки. Ну, и теперь Хорхи вновь в обойме. Ну, в общем, хорошо. У Никандра Диаса тоже разочарование на разочарованиях. Рейтинги меньше, чем хотелось. Очень многие объясняли это обстоятельство тем, что главная пара крайне нехимичная. А вот почему она нехимичная, оставалась за кадром. Секрет перестал быть таковым, благодаря внутри телевизорским сплетням. Знающие люди рассказывали, что Педро Фернандес безуспешно боролся с ревностью супруги. Но в конце концов сдался, поскольку бороться больше не было сил. И решил из новеллы уйти. Он устал от постоянных скандалов и слежки, которые учинила за ним супруга. Ой, ну, для публики его уход объяснили крайней усталостью и плохим здоровьем. А надо было объяснить плохим психическим здоровьем его жены. Партнерша Фернандеса Марджори де Соуса тоже очень переживала и нервничала, считая, что в неуспехе новеллы есть ее вина. А совершенно зря. Какая тут работа, спрашивается, если страшно с партнером поцеловаться. А уж подойти друг к другу вне площадки вообще невозможно было. Они, честно говоря, боялись даже друг с другом здороваться. Ну, зато теперь с новым партнером у нее будет возможность поднять самооценку. Вы спросите, а кто у нас новый партнер? А до витсипеда у нас новый партнер. Все счастливы, кроме бедняги Педро Фернандеса. Ему чуть было на телевизу, вход не запретили, но в последнюю минуту сменили гнев на милость. Ну что же, будем следить за рейтингами. Многие надеются, что теперь Навал резко пойдет в гору. Вот такие у нас на сегодня новости. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.